всем привет приготовлю сегодня утиную грудку подам ее с брусничным соусом и это будет очень вкусно утиную грудку готовлю не часто но у меня же домашняя еда канал так и называется ну раз в году примерно не дешево стоит но она очень вкусная ну а то что она стоит но во всяком случае говяжья вырезка вырезка стоит да еще дороже так что иногда можно поехали начну с приготовления брусничного соуса 300 граммов брусники она была заморожена ну я ее оттал воде комнатной температуры за час наливаю миллилитров 130 воды комнатной температуры чистая вода 100 граммов сахара треть чайной ложки корицы молотой ну и чуть-чуть соли четверть чайной ложки остринка но желательно да хороший этот соус санта мария 4 капли ну это чтобы не был сильно острым этот брусничный соус чайная ложка с горкой кукурузного крахмала растворяю в холодной воде можно взять картофельный примерно в три раза больше бруснику поставил на огонь довожу до кипения помешиваю ну пробую насколько сладкое скорректировать можно и позже довел до кипения ну и полминуты может или даже меньше снимаю с огня и начинаю измельчать погружным блендером но хочу не все ягоды измельчить и разбить чтобы какое-то количество осталось проверил многовато ягод осталось еще слегка прошелся так что немного ягод останутся целыми это сухое белое вино примерно 70 миллилитров сейчас я добавил но оно даст очень интересный вкусовой оттенок пробую сейчас кстати кислотность сахаристость ставлю на огонь и довожу до кипения добавив крахмал но если вы вино категорически не хотите добавлять добавьте немного лимонного сока понемногу чтобы не было слишком кисло как будет как вам понравится вкус так больше не добавляйте довел до кипения попробовав еще кстати очень хороший букет получается выключил нагрев и на балкон пусть остывает там холодно на балконе сейчас зима ну вот получился вот такой умеренный густос средней густоты соус но если хотите более густым добавляйте больше крахмала ну по-моему вот самый раз получился очень красивый и очень вкусный а делать его ну очень легко сами видели сейчас берусь за грудку ну ее примерно так же легко сделать как и брусчиничный соус даже пожалуй легче у меня две грудки одна побольше вообще ничего снимать не нужно с ней в идеальном чистенькая аккуратненькая с маленькой чуть-чуть обрезал жир кладу на холодную сковороду ставлю на средний нагрев даже чуть меньше и жир начинает плавится но он как раз под утиной кожи находится солю огонь ну нагрев ниже среднего на минут через четыре пять переворачиваю пятна уйдут эти неравномерные неравномерная обжарка ну и жарю вторую сторону тоже минуты четыре а потом еще и бока стараюсь обжарить ну всего жарил минут десять ну может одиннадцать то есть снаружи мясо покрывается корочка симпатичная а внутри кусочки еще не дошли самой середины их надо доводить обычно доводят в духовке я тоже доводил в духовке но сегодня я делаю по-другому духовка не понадобится кладу опять на утиную кожицу эти кусочки накрываю крышкой закрываю вот этот выпускное отверстие деревянной палочкой ставлю самый минимальный нагрев но так чтобы крышка была горячей реально минимальный нагрев очень маленький он у меня здесь да смотрите конечные заставки дам подходящие ссылки держал где-то пять шесть минут все выключаю нагрев маленький кусочек сейчас разрежу посмотрим что как а большой пусть еще немножко там минуту-две погреется дойдет окончательно ну вот режу грудку через пару минут после того как достал но сочная ароматная очень вкусная рекомендую да это свежая грудка была я ее купил на мальчишинской ярмарке 700 рублей килограмм но я не готовлю эти вещи постоянно да это дорого но это очень вкусно и раз в году это можно приготовить ну подаю с картошечкой и с брюшничным соусом всем приятного аппетита пока